Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Замри». Одинокая грустная женщина в лесу спасается бегством от серийного маньяка-убийцы. Ей нужно успеть спастись до того, как сильно действующий наркотик парализует ее. Действие фильма, основанного на глаголе повелительного наклонения, начинается с вида крутой скалы. Затем история переносится в супружескую спальню, где Айрис страдает от бессонницы. Она встает с постели и, прихватив красный игрушечный кораблик, спускается на первый этаж. Там она достает крохотный перочинный ножик и, оставив телефон на зарядке, с этими вещами выходит наружу. Сев в автомобиль, девушка покидает свой благополучный пригородный район самым ранним утром. Ее путь пролегает к парковке возле входа в лесной парк. Она пробирается по туристическому маршруту прямиком к высокой скале с обрывом. Там, возле дерева, находится самодельный мемориал ее маленькому сыну, погибшему, упав с этой скалы. Айрис ножом царапает первую букву его имени на стволе дерева, добавляя к своим с мужем инициалам. После этого девушка подходит к самому краю обрыва, думая, а не замутить ли сальтуху. От размышлений ее отвлекает нарисовавшийся сбоку зритель, мужчина по имени Ричард. Нахально игнорируя банальную вежливость, он завязывает с девушкой разговор. Чтобы отвлечь женщину, Ричард рассказывает о совершенной в юности автомобильной аварии. Его машина врезалась в стену. Тогда погибла его девушка Хлоя. Перед аварией они ругались, и он запомнил последние слова, которые сказал ей. Сам он два с половиной месяца пролежал под аппаратами жизнеобеспечения. Откровения незнакомца побуждают Айрис рассказать о гибели сына. После этого Ричард оставляет ее наедине со своими невеселыми мыслями и спускается с горы. Девушка, передумав крутить акробатические кульбиты, нагоняет его. Вдвоем они возвращаются к стоянке, где выясняется, что Ричард припарковался слишком близко, чтобы Айрис могла открыть свою дверцу и сесть. Вместо того, чтобы дождаться, пока он уедет, она, как спугнутый таракан, пытается протиснуться в узкую щель. Пока Айрис вертится, Ричард подходит сзади с зонтиком и со словами «Кажется, дождик собирается», коварно вырубает собеседницу электрошоком, после чего связывает стяжками и запихивает на заднее сиденье. Айрис приходит в себя и пытается использовать умные часы, чтобы вызвать помощь. Ричард, выдавая свою гнусную, серийно-убийственную маньячную натуру, предупреждает, что связь здесь не ловит. Она не первая, кто пытается так сделать. А еще он заботливо прихватил кораблик ее сына, оставленный на мемориале. Но пленница не оставляет попыток спастись. Она достает из широких штанин дубликатом бесценного груза перочинный ножик, которым пилит пластиковые путы, попутно отвлекая маньяка разговорами о Хлое и сыне. Высвободив руки, она нападает на Ричарда. Тот отбивается, но в итоге машина, виляя по дороге, врезается в дерево. Оклемавшись после удара, пассажиры продолжают свою борьбу. Ричард хватает Айрис за волосы, и та в ответ пытается задушить его ремнем безопасности. Маньяк опускает кресло и, получив ногами в лицо, подтаскивает девушку. Айрис хватает торчащий в кресле нож и опять угрожает ему, пока они оба не вываливаются из машины по разные стороны. Пленница разрезает путы на ногах и зовет на помощь. Поднявшись, Ричард корит себя, что не додумался проверить карманы, но даже так у него был запасной план. Он заблаговременно вколол ей сильнодействующий препарат, который в течение ближайших 20 минут вызовет полный паралич. Убийца описывает очередность. Сперва откажут голосовые связки, затем ухудшится мелкая моторика рук, не позволяя удержать нож. Следом откажут ноги и остальные мышцы. Айрис бросается от него прочь в лес, уронив по ходу нож. Ричард медленно шагает за ней, прихрамывая на поврежденную в аварии ногу. Девушка лихорадочно бежит через заросли деревьев, надеясь отыскать надежное место, чтобы спрятаться. В процессе она повторяет упражнение для пальцев, которое показывала сыну, когда училась считать. С каждым разом пальцы слушаются все хуже и хуже. Вскоре ноги начинают заплетаться и волочиться. Девушка хромает все дальше и дальше через лес, но неумолимый и неторопливый маньяк вальяжно тащится следом, даже не утруждаясь ускориться. Теряя остатки сил и равновесия на склоне, Айрис в итоге забирается в щель под корнями дерева, пряча всякие хоббиты от назгула. Замерев над ней, Ричард осматривает окрестности, но не замечает жертву, после чего уходит дальше. К сожалению, девушка расположилась в непосредственной близости от муравейника, а парализующее средство неокончательно отключило нервные рецепторы. От укусов муравьев она издает невольный звук, привлекая внимание преследователя. К счастью, Айрис успевает доползти до речки неподалеку и включает режим бревна, чтобы лучше сплавиться вниз. План идеальный, но у него тоже есть подводные камни. Буквальные, а не метафорические. Они расположены ниже по течению, образуя бурные пороги. От поднятых пенных волн Айрис едва не захлебывается, но умудряется проплыть дальше и схватиться в итоге за бревно. Из последних сил она выбирается на берег, жадно дыша и чувствуя, как тело отказывается слушаться. Девушка лежит лицом в траве, способная пошевелить только глазами. Неподалеку работает на газонокосилке живущий рядом фермер Билл. Старик замечает лежащую в траве девушку и осторожно переворачивает ее. Задавая наводящие вопросы и реагируя на моргание незнакомки, Билл понимает, что она ранена и предлагает вызвать спасателей. Айрис приходится немного поваляться в траве в ожидании, пока фермер сходит за тачкой, чтобы перевезти ее. Он не успевает пересадить ее в кресло из тачки, когда в дверь раздается стук. По испуганному морганию девушки Билл понимает, что что-то не так. За дверью находится Ричард. Он говорит, что попал в аварию и ищет пропавшую раненую жену. Фермер закрывает перед ним дверь, пообещав вызвать помощь, но маньяк заходит следом. Притворяясь, что ему плохо, Ричард осматривает помещение, но нигде нет парализованный Айрис, только пустая тачка стоит. Усевшись на диван, он игнорирует просьбу хозяина подождать снаружи, после чего внезапно начинает рыдать. Ричард рассказывает душесчипательную историю о психически нестабильной жене, которая устроила на дороге аварию и сбежала. Если вызвать полицию, ее упекут в психушку, чего любящий муж не может допустить. По его словам, во время приступов та впадает в кататонический ступор, не может двигаться и говорить. Его лживую версию событий слышит лежащая на полу за диваном Айрис. Тем не менее, искренность гостя убеждает Билла, и он готов признаться, что нашел его жену на берегу. В последний момент в кармане Ричарда звонит телефон, который он якобы потерял в лесу. Билл понимает, что гость его обманывал и просит убраться. Поняв, что его раскусили, маньяк меняет тон на угрожающее и спрашивает напрямую, где девушка. Хозяин говорит, что в сарае, и просит незнакомца забрать ее и уйти. Перед тем, как проверить это, Ричард просит отдать телефон, чтобы Билл не вызвал полицию. Тот отдает, но затем сразу нападает на гость, утолкая его на шкаф. Пока маньяк выбирается, Билл набирает номер службы спасения, чтобы сообщить о нападении. Ричард выбирается из завала, и между ними начинается драка. Матерый фермер избивает маньяка, но тот, нащупав на полу нож, дает сдачи. Билл падает на Ричарда, после чего тот несколько раз бьет его ножом. Понимая, что полиция уже едет, Ричард обыскивает сарай. Не найдя там Айрис, он обливает бензином дом. Девушка, видя все это, пытается подать сигнал, постукивая пальцем по полу, но маньяк решает, что звук ему послышался. Забрав ключи от пикапа Билла и его рубашку, чтобы прикрыть окровавленную одежду, убийца поджигает дом. Уже сидя в машине, он видит, как жалюзи ходят ходуном. Айрис нащупала шнур от жалюзи и крутила его. Вернувшись в объятый пламенем дом, Ричард находит пленницу и выносит ее. Усадив девушку на пассажирское сидение, Ричард едет прочь от места преступления. По дороге он признается, что из-за нее только что впервые убил мужчину. Все предыдущие жертвы были женщинами. Затем Ричарду звонит дочь и жена, чтобы сказать, что едут к нему в загородный дом на выходные. Будучи примерным семьянином, маньяк расстроен, что не получится посмаковать убийство Айрис. Они останавливаются на заправке, мимо которой мчатся пожарные и скорая к черному столбу дыма, место устроенного пожара. Ричард, нацепив на пленницу кепку, вынужден отойти к кассе, чтобы оплатить бензин. В его отсутствие Айрис, еле слушающийся рукой контроль над которой медленно возвращается, умудряется отстегнуть ремень безопасности. Она падает головой на боковое стекло, тяжело дыша. Снаружи ее замечают мальчик и его мать, но сделать ничего не успевают. Маньяк возвращается к месту аварии, где осталась разбитая машина. Перетащив из багажника стяжки и шприц с наркотой, чтобы не оставлять следов, в случае чего, он переодевается в припасенную чистую одежду без пятен крови. Затем он пытается подцепить буксировочный трос, найденный в кузове Билла. Пока маньяк занят, Айрис проверяет чувствительность руки, та потихоньку восстанавливается. В это время сзади подъезжает полицейский автомобиль. Офицер получил от встревоженных свидетелей на заправке ориентировку на пикап со странной пассажиркой. Он хочет проверить, все ли в порядке. Ричард дружелюбно рассказывает ему, что жена ушла в запой, будучи в депрессии из-за гибели сына. И теперь он хочет отбуксировать тачку. На вопрос, откуда тогда у него рана на лбу, маньяк не нашел, что ответить. В этот момент Айрис умудряется приоткрыть окно. Заметив это, коп хочет с ней побеседовать, чтобы убедиться лично. К девушке понемногу возвращается дар речи, и она шепчет «помогите». Офицер замечает на торпеде накрытой рубашкой стяжки и шприц. Он тянется за пистолетом, но Ричард наносит удар на опережение крюком буксировочного троса по голове. Забив полицейского, маньяк пихает его тело в машину, обливает бензином и поджигает. Прихватив табельный пистолет служивого, Ричард везет пленницу дальше. По дороге, приходящая в себя девушка начинает говорить с ним. Она вспоминает историю про аварию и смерть Хлои, подозревая, что когда-то тогда Ричард и сошел с ума, ступив на стезю серийного убийцы. В ходе разговора выясняется, что Хлоя погибла уже после аварии. Раненый Ричард наблюдал, как она умирает. Последним, что он сказал ей, было «спасибо». Ее смерть воодушевила его настолько, что позже он решил, будто тогда ощутил присутствие Бога. Затем Айрис давит на любовь Ричарда к семье в целом и к дочери в частности. Она говорит, что если его поймают, то посадят, и он никогда больше дочь не увидит. Но так как она не знает его настоящего имени, то он может отпустить ее и вернуться домой. Однако маньяк решает не рисковать живым свидетелям. Ричард везет пленницу к перегороженному выходу к озеру. Открыв замок, он подъезжает к пирсу с лодкой. Едва он остановился, Айрис втыкает ему в ногу припрятанный шприц с парализующим препаратом. Однако сил отпустить поршень уже не хватает. Ричард говорит, что всплески энергии на отходниках неравномерны, после чего цинично извлекает шприц и разбрызгивает содержимое. Убийца тащит непослушное женское тело в лодку, после чего отгребает на середину озера. Пока он готовится закосплеить с тень Куразина и скинуть пленную княжну в темные воды, та рыдая просит о последней услуге – достать из кармана красный кораблик погибшего сына. Решив не быть совсем уж сволочью, Ричард наклоняется, чтобы исполнить просьбу. Пользуясь моментом, Айрис достает у него из ремня нож и наносит критический удар с проникновением в челюсть. Шатаясь, маньяк вытаскивает сперва нож, а затем пистолет. Но девушка грамотно раскачивает лодку, от чего он теряет равновесие, роняет оружие и падает за борт. Но он еще жив и пытается забраться обратно. Айрис шагает к носу, где валяется пистолет, и стреляет в него. Ричард опять отчаливает, но вместе с тем в борту появляются пробоины от пуль. Вода постепенно заливает лодку, а девушка еще недостаточно оклемалась, чтобы подняться. Она лежит в затапливаемой посудине, пока раненый маньяк вплавь движется к берегу, окрашивая озеро кровью. Когда вода поднимается к лицу, Айрис задерживает дыхание, стремясь отсрочить неизбежное. Вскоре лодка вместе с ней погружается в воду. Лишь игрушечный кораблик качается на волнах. Но вскоре девушка выныривает и по собачьи плывет к пирсу. Забравшись на доски, она видит, как неподалеку выбирается на берег раненый Ричард. Девушка подходит к заклебывающемуся кровью маньяку и благодарит его за то, что своими действиями он избавил ее от грустных мыслей, научил цепляться за жизнь и ценить ее. Айрис уходит, оставляя его истекать кровью. И на этом фильм заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин